Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня готовим торт без выпечки. Клубника в облаках с нежным муссом на белом шоколаде, свежей клубникой и клубничным конфи. Готовится очень быстро. Для мусса на белом шоколаде взбиваем 33% сливки. Сливки берем хорошо охлажденные. После покупки сливки должны простоять в холодильнике не менее 8 часов. Начинаем взбивать на низкой скорости миксера и постепенно, каждые 20 секунд, увеличиваем скорость миксера, доводя ее до максимальной. Взбиваем до мягких пиков и убираем в холодильник. Для основы торта используем шоколадное печенье. Помещаем в блендер и пробиваем 1-2 минуты. Печенье должно превратиться в мелкую крошку. Высыпаем печенье в чашу. Добавляем сливочное масло, предварительно растопленное в микроволновке. Смешиваем крошку с маслом. Если любите более сладкую основу, добавьте 1-2 столовых ложки сгущенного молока. Но если будете добавлять молоко, то на каждую ложку молока уменьшите количество сливочного масла на 10 грамм. Иначе основа получится очень жидкой. Торт будем собирать в разъемном кольце. Для того, чтобы удобно было торт перенести на блюдо или красивую тарелку, я вырезала плотную основу по размеру кольца. Можно заменить пищевой пленкой. По краю кольца прокладываю кондитерскую пленку. Можно заменить пекарской бумагой или бумагой для выпечки или канцелярским файлом. Зажимаем плотно кольцо и выкладываем основу. Хорошо разравниваем ложкой, донышком стакана и обязательно выравниваем края основы. После выравнивания основу убираем в холодильник. Приступаем к приготовлению мусса на белом шоколаде. В желатин добавляем воду и оставляем набухать. Ставим на плиту сотейник обязательно с толстым дном. Выливаем молоко. Высыпаем сахар. И добавляем ванилин. Рецепт оставлю под видео. Если вы уже подписаны на канал, то нажмите на колокольчик и вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. Включаем плиту. Доводим молоко до кипения, но не кипятим. Убираем молоко с плиты. Добавляем белый шоколад. Используйте любой белый шоколад, который продается в ваших магазинах. Даем постоять шоколаду в молоке примерно минуту. После этого в микроволновке на импульсном режиме, это значит по 10 секунд, растапливаем желатин. Желатин должен стать жидким, но не закипеть, иначе он теряет свои желирующие свойства. И добавляем в смесь молока и шоколада. И хорошо перемешиваем до полного объединения всех ингредиентов. После этого достаем из холодильника взбитые сливки и в 2-3 приема вводим шоколадно-молочную смесь. При этом каждый раз хорошо вымешиваем, не взбиваем. Добиваемся однородной смеси. Мусс на белом шоколаде готов, и мы продолжаем собирать торт. Достаем основу из холодильника, выкладываем на нее свежую, вымытую и обсушенную клубнику. Клубнику выкладывайте в любом порядке, как вам нравится. Заполняем всю форму. Желательно оставить 1 см от края формы, не заполненной клубникой. И выливаем на клубнику и основу мусс из белого шоколада. Если вдруг какая-то из клубничек упадет, поправьте ее. Желательно, чтобы клубника вся осталась в вертикальном положении. Разрез торта будет более красивым. Ставим в холодильник для стабилизации мусса. И последнее, это конфи из клубники. Желатин заливаем водой и оставляем набухать. Ставим на плиту. В клубнику добавляем сахар и 3-4 ложки воды. Доводим до кипения и провариваем примерно 1 минуту. Я специально не снимала пенку. Когда будем выливать ее на мусс, то пузырьки воздуха поднимутся вверх. И получатся такие воздушные облака. После этого добавляем набухший желатин. Можно не растворять в микроволновке. Перемешиваем до полного растворения желатина. Даем остыть 5-10 минут при комнатной температуре. И выливаем на мусс из белого шоколада. Разравниваем клубнику и убираем в холодильник до полной стабилизации торта примерно на 3-4 часа. Торт полностью стабилизировался. Снимаем кольцо и очень аккуратно убираем пленку или пекарскую бумагу. Переносим торт на блюдо или тарелку. Отрезаем кусочек и наслаждаемся нежным вкусом торта. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А если вы уже подписаны на канал, нажимайте на колокольчик и вам обязательно будет приходить оповещение о новых видео, вышедших на канале. Приятного чаепития и до новых встреч, друзья!